Ваши Превосходительницы, господин президент, имею честь вручить вам верительные грамоты по случаю назначения чрезвычайно-полномочным послом Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике. Мне выпала честь приехать в Бако в период пахальных событий, в результате которых восторгствовала историческая строительство и историческое право. Кыргызская Республика Кыргызстан всегда сопереживала в трудные дни и радовалась успехам и достижениям Азербайджана. Позвольте передать вам слова истинного приветствия под президентом Кыргызской Республики Садыра Нурбаджоевича Чапарова. Благодарны за оказыванную помощь во время пандемии в прошлом и в этом году. Садыра Нурбаджоевича приглашает вас посетить Кыргызстан с государственным визитом и будет очень рада встрече с вами в следующий день. Благодарю. Я приветствую вас в Азербайджане. Желаю успешной работы, хорошего пребывания. Также прошу передать привет на лучшие пожелания президенту Кыргызской Республики. И также хочу пригласить его посетить Азербайджан в любое удобное для него время. Наши народы связывают в общий корень. И мы активно взаимодействуем в рамках Чурского совета. И, как вы знаете, в ближайшем месяце будет проведен очередной саммит. Глава государства Чурского совета возглавляет который Азербайджан. И мы будем передавать наше председательство Турции. И, конечно же, этот саммит еще больше сблизит наши страны. Очень много вопросов, которые требуют своего решения в рамках взаимоотношений и сотрудничества между тюркоязычными государствами. И, как вы знаете, Азербайджан всегда прилагал большие усилия для сближения стран-членов нашего совета. Что касается двусторонних отношений, мы рассчитываем на интенсификацию контактов. Считаю, что есть потенциал, который не в полной мере реализован за прошедшие годы. Поэтому, конечно, нужно пристально посмотреть на торгово-экономическую сферу, где мы можем нарастить товарооборот. Также, как вы знаете, Азербайджан активно инвестирует за пределами страны. И мы можем обсудить подробно инвестиционные проекты в Кыргызстане. Ну и, конечно же, взаимная поддержка на международной арене всегда сближала наши страны. И уверен, что и в будущем мы на площадке ООН и в рамках Организации Исламского Сотрудничества, конечно, Тюркского Совета, СНГ и других организаций мы будем оказывать друг другу поддержку. Во время Второй Карабахской войны мы чувствовали поддержку народа Кыргызстана. Было много обращений от граждан, выражение чувства солидарности, и мы это очень высоко ценим. Сейчас в Азербайджане период восстановления разрушенных территорий, и мы активно заняты тем, чтобы в максимально короткие сроки смогли вернуть бывших беженцев на свои сконные земли. Я желаю вам хорошего пребывания в Азербайджане. Уверен, что вы близко познакомитесь с нашей страной. Вы, насколько я знаю, уже посещали освобожденные территории. Ну, еще предстоят поездки, ну, и не только туда, но и в другие направления из Баку. Поэтому, думаю, что будет полное представление о нашей стране, и это будет помогать вам в работе. Желаю вам успехов. Спасибо, господин президент, в первую очередь за теплые слова в адрес Кыргызстана. Фундамент наших межгосударственных отношений заложил ваш отец, выдающийся деятель международного масштаба, память о котором бережно хранят кыргызстанцы. И буквально в следующем году мы отмечаем 25-летнюю годовщину подписания договора о дружбе и сотрудничестве. В 2023 году будет 30-летие установления дипломатических отношений. Если правильно говорить о том, что мы активно сотрудничаем, поддерживаем на международных площадках, как ООН, как ШОС, как СНГ, ОБСЕ, движение присоединения, особенно на площадке Тюркского совета. Также активно сотрудничаем в формате Тюркпа и фонда Тюркского наследия, как штаб-квартир, который базируется в Баку. И, к сожалению, действительно было время упущенных возможностей. В этом смысле нам многое предстоит наверстать.